Оптом и в розницу. Торговля и сфера услуг в республике, где промышленность по сравнению с другими регионами развита слабо, являются одними из ведущих видов деятельности. В удельном весе в бюджете республики сфера обслуживания занимает почти 46%. Оборот только розничной торговли превышает 73,5 миллиарда рублей. Вместе с тем у представителей отрасли немало проблем. В райцентр заходят большие, мощные торговые сети. В райцентр маленькое село не идет. А налоги платим одни и те же. Что маленький магазин на селе платит, что большой платит здесь. Нет никакой разницы. И если сегодня в магазине в маленьком селе ничего кроме магазинчика нашего нет, захудалого нашего магазинчика, то если мы еще этот магазин загубим, то вообще древняя вздыхает. Она и так у нас умирает. На заседании было отмечено, что крупные торговые сети республики душат малый бизнес. Их экспансию могут остановить федеральные ритейлеры. Я знаю, что у вас тоже сети, тоже свои федеральные. Конечно, не хотелось, чтобы они захотелись, но по науке они должны быть. Это конкуренция и так далее, и так далее. Вот эти вопросы тоже будут, я не могу сказать, что это будет насильно как-то решено, но это будет отрегулировано. На координационном совете раскритиковали долгосрочную стратегию развития Сибири. Стратегия социально-экономического развития Сибири носит достаточно декларативный характер. В ней обозначены пути развития, обозначены, так сказать, те механизмы и сценарии, которые предполагается использовать, но нет привязки к конкретным отраслям, конкретным инвестиционным и инновационным проектам. Все выработанные рекомендации будут обобщены и рассмотрены на заседании Совета при полпреде президента в Сибирском федеральном округе. 2 октября в Омске окончательно определят стратегию социально-экономического развития Сибири до 2020 года. Сергей Соголов, Илья Зиновьев. Новости дня.